22 июня трагическая страница в истории нашего народа. Это день скорби и памяти жертв войны. Память возвращает нас на 79 лет назад. Начало самой страшной и жесткой войны в истории человечества. В городе Героя Одессы практически нет ни одной семьи, которую бы не коснулась война. По многолетней традиции в этот день Украинская морская партия Сергея Кивалова чтит героев Великой Отечественной войны. Представители политической силы возложили цветы к памятнику неизвестного матроса в символическое время. Именно в 4 утра, когда началась война. Знак огромного уважения к тем, кто защищал родину от фашистских захватчиков. И ценой жизни боролся за мир не только для нашей страны и нашего города. 22 июня 1941 года является черным днем в истории нашего народа. И мы вместе с однопартийцами Украинской морской партии все вместе приняли решение возложить цветы к памятнику неизвестному матросу. Это место святое для каждого одессита. Ветеранов становится с каждым годом все меньше и меньше. Не так давно мы попрощались с Яковом Андреевичем Савченко. Не стало героем Советского Союза Жученко. И вы знаете, мы должны создать все условия для того, чтобы наши герои, наши носители истории оставались с нами и были рядом. С каждым годом становится все меньше свидетелей этих страшных событий. Но сегодня Украинская морская партия Сергея Кивалова всесторонне помогает тем, кто еще в строю. Неоднократно по инициативе депутатов поднимались и принимались вопросы о помощи и повышении социальных выплат участникам боевых действий ветеранам. В то же время в современной Украине все еще существует угроза переписывания истории. Потому Украинская морская партия продолжает стоять на защите правды истории и призывает присоединиться к социально важной образовательной миссии все общество. Напомню, что три года назад, когда Украинский институт национальной памяти выступал за отмену праздника 9 мая, политическая сила инициировала акцию «Мы защитим ваш праздник», которую поддержали ветеранские и молодежные общественные организации Одессы. Благодаря активной позиции и многочисленным депутатским запросам Сергею Кивалову удалось на общенациональном уровне отстоять праздник Великой Победы.